Детское здоровье. Это, пожалуй, самая трепетная тема. Очень многие родители хотели бы знать, как сделать так, чтобы дети были здоровы без применения лекарств. Но немногие знают, как этого добиться. Я вам очень советую посмотреть это видео до конца, чтобы, во-первых, узнать ответ на этот вопрос, как же именно сделать так, чтобы дети были здоровы без лекарств, а во-вторых, чтобы узнать, какой подарок я вам приготовила. Мои дети уже взрослые. Сыну почти 37, дочке почти 28. И тема детских болезней, конечно, осталась у меня уже далеко позади. Но сейчас я часто стала думать о том, что если бы около 30 лет назад я бы получила вот ту самую информацию, которую я хочу поделиться с вами в этом видео, то жизнь моя и моих детей, она бы была совсем иной. Она была бы на более высоком уровне с точки зрения здоровья. Мои дети не были идеально здоровы. Они прошли все ступени детских болезней, все этапы. Болели, наверное, всем, чем только можно и чем нельзя. И я, как мама, конечно же, пережила всю ту гамму чувств, волнений, которые испытывают родители, когда их дети болеют. И чем бы ребенок не заболел, начиная от насморка и заканчивая какими-то сложными системными заболеваниями, ни один родитель не будет спокойным, глядя на то, как его ребенок страдает. Итак, в сегодняшнем видео я готова поделиться с вами информацией о том, что на самом деле существует совершенно четкий и понятный путь, как сохранять здоровье детей без применения лекарств. Но, к сожалению, не все об этом знают. И поэтому сегодняшняя моя задача – познакомить вас с тем инструментом, который и является заменой фармацевтических препаратов. Согласитесь, даже взрослые люди, прибегая к лечению какими-то фармпрепаратами, опасаются побочных явлений, опасаются каких-то последствий, которые могут принести им еще какое-то заболевание, кроме того, которое они уже пытаются лечить. Что же касается детей, мы тем более всегда боимся, переживаем за то, что применение антибиотиков или сульфаниламидов, или противовирусных препаратов может принести какие-то не очень хорошие последствия, потому что мы наслышаны о таких случаях, и мы не хотим стать жертвами такого лечения. Итак, что же это за средства, которые заменяют нам фармпрепараты? Эти средства находятся вот в такой маленькой коробочке, которые вмещают в себя 10 небольших флаконов по 5 мл каждый, и эта коробочка называется семейная аптечка. Внимание, она называется именно семейная аптечка, и крест на коробке указывает на то, что этот продукт имеет самое прямое отношение к здоровью, к лечению. В этой аптечке находятся эфирные масла, чистые эфирные масла, которые можно принимать внутрь, мы их называем масла терапевтического класса, производимые компанией Дотера. И это 6 мономасел и 4 смеси эфирных масел, которые мы можем и должны применять нашим детям, для того, чтобы уходить от любой ситуации, связанной с острым или хроническим процессом, не прибегая к лекарствам, либо же постепенно вытесняя какие-то лекарства, если они применяются на постоянной основе, вытесняя их средствами из семейной аптечки эфирных масел. Сейчас я познакомлю вас с каждым маслом по отдельности, это будет очень беглый обзор, но если вы уделите несколько минут этому обзору и посмотрите все-таки видео до конца, вы узнаете об одной очень хорошей возможности, которую вам предоставляет этот набор эфирных масел. Итак, первое эфирное масло из коллекции «Семейная аптечка» это эфирное масло лимона. Лимон всем известен, и всем известно, как полезно масло из кожуры лимона, и именно это масло содержится в этом флаконе. Что может быть вкуснее и радостнее аромата цитрусовых? Мне кажется, все дети любят цитрусовые, но, к сожалению, не у всех детей все благополучно обстоит с восприятием цитрусовых, есть дети, у которых аллергия. Так вот, масло из кожуры лимона не дает аллергию. Более того, оно борется с воспалительными процессами по всему желудочно-кишечному тракту и организму в общем и целом. Кроме того, лимон – это то, что делает питание вашего ребенка очень вкусным. Вкусным и ароматным как напитки, смузи, какие-то коктейли, десерты, так и заправки салатов и так далее. Масло лимона, как я уже сказала, снимает воспалительные процессы в организме, а это значит ощелачивает внутреннюю среду. А это делает организм, конечно же, более здоровым. Второе прекрасное масло из набора «Земейная аптечка» – это масло лаванды, которое является прекрасным антигистаминным средством, рано заживляющим, средством против ожогов, и хорошо успокаивает ребенка, если у него есть проблемы с засыпанием, если он чересчур возбужден. Масло лаванды – это масло, которое можно применять в отношении детей в неразбавленном виде, то есть в чистом неразбавленном базовом масле. Следующее масло – мятоперечное. Это очень хорошее средство, если у ребенка поднимается температура, он заболел, ОРВИ, и вместо того, чтобы давать ему жаропонижающую, конечно, можно брать воду, капать туда эфирное масло, мятоперечное, и просто обтирать тело ребенка, тем самым снижая его температуру до нормальной и облегчая его состояние. Кроме того, перечная мята – это очень хороший спазмолитик. Это устранение головной боли, это свежее дыхание и приятная ароматная добавка при приготовлении блюд. Масло Орегано – очень жгучее, очень мощное, сильное масло, но без него мы не можем никак обойтись, потому что это иммунитет. Согласитесь, современные дети не могут похвастаться крепким иммунитетом, поэтому масло Орегано в разведении спазмом при нанесении на стопы ребенка и на позвоночник очень хорошо выравнивает его иммунитет, особенно сейчас, когда осень, когда дети подвержены простудным заболеваниям, вирусным. Масло Орегано – это очень хороший протектор. Особенно хочу выделить масло Ладана. Масло Ладана ассоциируется только с какими-то религиозными обрядами, но это на самом деле не так. Масло Ладана – это уникальное, да, это священное, и это универсальное масло, которое усиливает действие любого другого масла. Ароматерапевты говорят, если не знаешь, какое масло применить, возьми Ладан. Настолько замечательно, Ладан действует на работу всего организма. В общем и целом Ладан можно применить в любой ситуации. И когда речь идет о серьезных заболеваниях и о лечении таких заболеваний с помощью протоколов эфирными маслами, то ни один протокол не обходится без эфирного масла Ладан. Шестое масло в семейной аптечке – это чайное дерево. Очень актуально чайное дерево, ну, во-первых, для подростков, с их неизменными прыщами, акне. Они очень хорошо борются с этой кожной проблемой. Ну и дети более младшего возраста, которые испытывают проблемы с кожей, какие-то высыпания, зуд, тоже прекрасно помогают справляться. Масло чайного дерева. И теперь я перехожу к обзору смеси из эфирной аптечки. И первая смесь – это смесь под названием «Онгард». Переводится как «На стража», «На защите». И это действительно самое меткое попадание, название в цель. Потому что это противовирусная смесь. Тема вирусов сейчас актуальна как никогда. Болеют все. Болеют и дети, и взрослые. Если применить эфирное масло «Онгард» грамотно и, главное, вовремя, можно спасти себя от тяжелого и длительного заболевания какой-либо вирусной инфекции и выбраться, просто буквально выскочить из этой вирусной ситуации за 1-2 дня, если знать, как правильно применять эфирную смесь «Онгард». Там, где вирусные заболевания, там почти всегда какие-то проблемы с дыханием, с лорорганами. И здесь незаменимой будет смесь «Бриз». Само название смеси «Бриз» уже говорит само для себя – это легкое дыхание. Насморк, гайморит, бронхит и даже пневмония, включая бронхиальную астму, очень хорошо решают эти проблемы эфирная смесь «Бриз». Я уже рассказывала о них в своих более ранних видео. В доме, где живут дети, и где дети особенно часто болеют, очень необходимо иметь эту смесь. Это дезинфекция воздуха с помощью диффузора, в который помещается несколько капель «Бриза». И это скорая помощь при любом остром или хроническом аморсоболевании. Еще одна замечательная смесь из семейной птички – это «Дайджест Зен». Это пищеварительная смесь, которая моментально решает все проблемы с желудочно-кишечным трактом. Начиная от грудных детей, которые мучаются коликами, спазмами, мы можем применять эту смесь наружно, массируя животик по часовой стрелке, и тем самым снимая спазмы и успокаивая ребенка, который засыпает, потому что у него проходят боли на животике. Это и решение проблем детей более старшего возраста, проблемы связанные и с дисбактериозом, и с гастритом, с проблемой желчевыводящих путей и так далее. Да и просто в любой ситуации, связанной с отравлением, ротовирусом, переел, съел что-то несвежее, в дороге укачало. Эти все проблемы решает пищеварительная смесь «Дайджест Зен». Я считаю, что это просто незаменимая смесь. Каждая семья просто обязана иметь дома флакон «Дайджест Зен», потому что проблемы с пищеварением случаются не только у детей, но и у взрослых. И, наконец, четвертая смесь и последний заключительный флакон семейной аптечки – это маленький 5-миллилитровый флакон с эфирной смесью под названием «Дип Блу». «Дип Блу» – глубокий синий. Эта смесь действительно синего цвета, но она не оставляет следов на одежде, и это очень важно, потому что эту смесь мы можем применять в отношении наших детишек, когда они падают, разбивают себе коленки, ставят себе шишки на лбу, травмируются, получают растяжение, не дай бог, переломы. Смесь «Дип Блу», которая работает с мышцами, суставами, с костями, с опорно-двигательным аппаратом, особенно детки, которые занимаются спортом и вообще просто очень подвижны, это смесь, которая является, во-первых, и профилактикой каких-то травм, потому что её можно даже наносить перед тренировкой, она, усиливая кровоотток, разогревает мышцы. Так и после тренировки мы можем наносить её с помощью лёгкого массажа на уставшие мышцы. С помощью этой смеси усталость снимается, напряжение исчезает, и ребёнок быстрее восстанавливается. И теперь перехожу к этой шикарной возможности, которая вам открывается, если вы регистрируетесь по моей ссылке в компании «Дотерра» и приобретаете для своих детей вот этот стартовый набор, вам открывается возможность получить бесплатный доступ к моему обучающему курсу «Здоровые дети». Чтобы подробнее посмотреть, что это за курс и почему его должен изучить каждый родитель, просто перейдите по ссылке внизу в описании к этому видео, ознакомьтесь с условиями, и я думаю, что это 100% вас заинтересует, просто потому, что ни один родитель не хочет, чтобы его ребёнок был больным, хочет видеть здорового ребёнка и желательно без применения лекарств. Кроме того, что я в своём курсе «Здоровые дети» объясняю, как пользоваться этим набором, как применять то или иное масло, даю рецепты, даю схемы применения в отношении тех или иных заболеваний. Кроме этого, я ещё и объясняю, как правильно кормить детей, как изменить их питание, чтобы это было действительно здоровое питание, чтобы оно не приводило ни к лишнему весу, ни к каким-то другим проблемам со здоровьем. И, наконец, вишенка на торте. Очень многие меня спрашивают, можно ли применять в отношении детей практику очищения. Они имеют в виду практику очищения по марве Аганян через жидкое питание. Я несколько лет уходила от этой темы, не хотела касаться именно темы условного голодания для детей, но, изучив более подробно эту тему, я поняла, что она имеет полное право на существование и что на самом деле это не так страшно и не так жестоко. Это вообще не страшно и не жестоко, как это представляют многие, но это совершенно неправильное представление. Практика очищения детская, она отличается от взрослой, она очень щитящая, и она такая, я бы даже сказала, мягкая. И воспринимается детьми не как какая-то экзекуция, а просто как какое-то интересное мероприятие в их жизни, которое просто облегчает их питание, избавляет их от каких-то физических страданий, возможно, связанных с тем или иным заболеванием. И увидев, как эта практика, какие она дает результаты потрясающие, обычно и дети, и родители, познакомившись с ней однажды, относятся к ней в дальнейшем, как к неотъемлемой составной части жизни, здоровой жизни. И эту практику я также подробно описала в своем курсе «Здоровые дети», дала инструкцию, воспользовавшись которой каждый родитель сможет внедрить это в свою жизнь, в жизнь своих детей и получить свои замечательные результаты. И теперь о подарке. Мой курс «Здоровые дети» выходит в первую неделю ноября. Это будет старт курса. Сейчас он проходит завершающую стадию, так сказать, доработки. Я планировала выпустить его 1 ноября, но в связи с перенастройкой платежной системы на гид-курсе у меня, в моем обучающем пространстве, курс немножко задерживается и выйдет в первую неделю ноября. Так вот, у меня подарок для всех, кто войдет в этот курс сегодня или в первую неделю ноября. Дарю разбор рациона для ребенка. То есть вы, родители, описываете мне питание вашего ребенка очень подробно, описываете мне те проблемы, которые есть у ребенка, присылаете мне это описание и я на основании этого описания делаю правки, делаю коррекцию питания вашего ребенка, раскладываю по полочкам все ошибки, косяки, к чему это приводит, даю рекомендации, как это исправить. На основе этого составляю новый рацион для вашего ребенка, обновленное меню и присылаю вам на электронную почту в подарок за то, что вы присоединились к курсу «Здоровые дети» в первую неделю ноября. Переходите по ссылке внизу под этим видео и узнайте больше подробностей о проекте «Здоровые дети» и о том, как вы можете помочь вашим детям стать действительно здоровыми без лекарств. Продолжение следует... シルク